Привет, зритель! Хочу с тобой поделиться Хоть этот ролик про сгущенку, конфеты Что-то там еще не смонтирован Но варенье вот тут варится Из морковного яблочного жмыха И плюется И ждет, что я его опять помешаю Вон там посуда Вон там есть то, что Сейчас грузится на канал Я о чем с тобой, зритель, хочу поговорить Я же по собственному желанию Решила продолжить эксперимент без лишних трат На самом деле, как бы есть у меня Чуть есть пока что Даже мясо есть в холодильнике Даже вот здесь вот гречка С мясом на кости Ну, правда мяса тут почти не осталось И еще была немножко вот этой вот Зажарки, там добавлена в зажарки У нас морковка, лучок Перчик И чуть-чуть помидорки И еще, короче говоря Все это на свином сале Я к чему? Я вообще, если все снимаю Из-за того, чтобы показать тебе Вот это счастье Которое было на этой сковородке Тут контейнер где-то на 700 мл Или типа того С раненой немножко крышкой Я когда-то такие покупала В этом самом, блин, светофоре Так вот, зритель Если у тебя вдруг есть внезапно Откуда-нибудь свиное сало Или даже перетопленное свиное сало А еще есть свой огородик Либо садик Либо ты можешь купить морковки И при этом у тебя есть сало Допустим, у тебя есть сало Кто-нибудь тебе подарил Продал или типа того Или ты там Сам заимел Со своей свиньи У тебя есть морковка Ты из-за морковки делаешь сок У тебя должна быть Ну, допустим, у тебя есть соковыжималка Ты сделал сок из морковки У тебя остался жмых Сейчас покажу, какой жмых У тебя, к примеру, остался Та-да-а-а-а-ах, холодник Два пакетика жмыха Сейчас вот еще одну такую зажарку сделаю У тебя остался жмых И ты, как растительная домохозяйка, Люля Думаешь, а зачем Что бы можно сделать с этим жмыхом Типа зачем выкидывать то Что может пригодиться Ну, зачем выкидывать то, что не надо выкидывать Или как-то так Как излечь в пользу из жмыха Можете, конечно, назвать это жадностью Или типа того А можно это воспринять как Безотходное производство Конечно, ты можешь жмыхом покормить кроликов, куриц Или еще какую-то живность Но если у тебя нет этой живности Но у тебя случилось сало и ты купил дофига моркови Купи для этого дела моркови Ты можешь делать зажарку На свином сале Вот, кстати, у меня есть зажарка на свином сале Но из тертой морковки С луком Я вот такие контейнеры Брала с собой в деревню И вполне себе хорошо варить суп Допустим, нет мяса Но есть все остальное И на этой зажарке можно сварить Вполне себе очень даже вкусный супчик А это я просто тут подумала Что вкусный же салат Морковка и яблочко Делают же соус морковно-яблочный Я, кстати, собираюсь делать У меня там остатки моркови Надо будет сегодня ее уже в срочном порядке разобрать Правда, сначала надо разобрать зелень Вот тут петрушка Там еще укропчик Немножко салатика И чуть-чуть еще бархатцев даже на дне С нашего сада Короче говоря Вот, ну, что можно Это вкусно Думаю, делают ли типа варенье Вот там джем какой-нибудь Из моркови и яблока И, оказывается, делают И из жмыха морковно-яблочного делают джем Даже с лимоном или без лимона У меня вот тут только сахар Светричный Еще немножко виноградного добавила Потому что другой сахар Надо было за ним дольше идти, чем за этим А этот у меня внезапно вот здесь Вот здесь вот сахар у меня виноградный Я думала, тут обычный сахар, тут виноградный, кажется Забыла, что когда ложила Да, вот тут немножко шкуров бывает Так же, как и яблочных Вот кусочки морковки Из-под моей этой соковыжималки Galaxy Которую я постараюсь отдельно тебе обозрить как-нибудь И, в общем, я так поражала Думаю, ну, как я некоторые вещи забираюсь обозреть А некоторые вещи уже год-ка пытаюсь монтировать А некоторые вещи есть Как два года пытаюсь монтировать А еще есть ролик, который я записала Практически там недели три спустя С момента, как купила эту камеру в 18-м году Осенью Ну, я посмотрела Действительно, можно сварить джем Пробить билендеры Можно сварить с кусочками Вот там потереть морковку и яблочко порезать А можно и жмыхы сделать Вот у меня тут два жмыха Сахар и вода Я его постепенно увариваю На маленьком огонечке На самой маленькой комфорчике Сахар я уже размешала Как бы прижариваться нечему Но так как оно иногда Плюется, как ты уже заметил То все-таки лучше его мешать Периодически Вот Экономный вариант супа На основе моркови, томата, лука и перца Можно делать просто вот морковь и лук Как обычная зажарка Сейчас вот я хочу сделать уже с помидоркой Потому что у меня там снова накопилось Зрелых помидорок Я переработала благодаря Тане Ну ее советы там Некоторые советы были Я в инстаграм кидала фоточку С жалобой на жизнь Что у меня помидорки темнеют Я там приличную часть выкинула А потом мне посоветовали их Или сварить или еще что-нибудь с ними сделать И я в итоге решила Срезать вот эти черные штучки И сунуть в морозилку Но у меня больше Перебралось все помидоры Больше пока не попадалось Тьфу-тук-тук Последний раз только для малюсеньких Попалось больных таких И у меня там много красных намерзло В смысле назрелое Я сделала сок из красных помидор Ну конечно чисто так вот попить И жмых заморозила А что-то часть сока Вот не влез он у меня как-то Сок из помидор Который из соковыжималки Он несколько иначе выглядит Чем допустим Сок который варили в соковарке Или что-то другое с ним делали Как-то иначе его готовили Я сюда добавила Сейчас хочу вот именно порезать помидор И на сале с морковкой и луком сделать Еще одну зажарочку Раньше я делала зажарку на растительном масле Как-то у меня даже В баночке было Но что-то получилось так Что в баночке она у меня как-то Ну подстояла в холодильнике Немножко втолокнулась Масло прогоркло или еще что-то А на сале как бы оно может года три стоять Хоть в холодильнике Хоть вне холодильника Ну уж не так Чтобы супер по жаре Но даже вот При случае При комнатной температуре Ну где-нибудь там градусов 18-20 Оно вполне себе может простоять Даже где-нибудь полгода Так что бери зрительную заметку Пока, наверное, тебе Не забудь поставить палец кверху Субтитры сделал DimaTorzok